Всем привет! Меня зовут Бучин Кирилл и я разработчик спинников Нарстрим. Сегодня хотел бы рассказать о своей новой серии под уже достаточно известным названием Бифрёст, но в данном случае Бифрёсты не ультралайты, которые у нас уже есть в продаже, люди которыми живут довольно давно, а Бифрёст более мощный, Бифрёст класса Лайт. Вот мы сейчас здесь находимся на серьезной боевой рыбалке, скажем так, в конце мира, я бы сказал. И, собственно говоря, наверное, этот обзор о спиннингах я разобьем в две части. Вот сегодня будет первая часть, я вам покажу приманки, которые, скажем так, максимально по верхам подходят для этих двух моделей. Модели, кстати, две. Модели 732 с тестом 3.12 и 762 с тестом 4.16. Вот мы сейчас разберем, что и как у нас работает на вот этих моделях по верхам. То есть там 12 грамм, 10 грамм, в зависимости от упористости клеймаки. Общие данные по Бифрёстам Лайтам. Собственно говоря, родной брат Бифрёста ультралайта, более мощный комель, но никакой экспириенса, потому что можно как бы провести параллель, вот у меня есть экспириенс с моделью с тестом 3.16. Здесь 3.12, 4.16, но эти спиннинги, скажем так, более изящные. То есть там нет такого мощного комля, который призван выдирать достаточно крупную рыбу. Нет, здесь всё это мягче, всё это, скажем так, лайтовее, но при этом рыбу они держат великолепно. И там не только нашего Головля, там Езя, Окуня, но и вот здесь Хариуса и что-нибудь ещё попадётся в прилове. Скажем так, давайте мы продолжим как бы общий ТТХ. Материал это японские припрыги Митсубиши, в вершине 30-35 тонн, в комле 40-35-36. Кольца Киган, первое кольцо стальное, дальше пошёл Титан. Ну, просто тратить деньги как бы ваши, причём на Титановое кольцо первое смысла никакого нет, выиграешь, я не знаю, полтора грамма веса, но при этом, собственно говоря, там сильно зайдётся цена. На ТТХ спиннинга, вот именно первое входное кольцо влияет не сильно, имеется в виду его вес. Разнесёнка, СКСС, катушка-держатель, вот, то есть, в принципе, как я уже говорил, это практически родной брат младших бифрёстов, которые у нас есть, там, четырёхчастник тревел, есть двухчастники. Чем ещё немножко характерен, если у ультралайтовых бифрёстов вершинки были достаточно мягкие для своего места, да, то здесь вершинка средней жёсткости, что позволяет нам применять достаточно широкий спиртный примарк. Но при этом строй, в отличие от младших бифрёстов, здесь чуть более медленный. Я считаю, что для лайтового спиннинга, как бы, строй fast, ну, вообще противопоказан. Потому что обычно light, это какие-то рейки, либо это лёгкий джиг, вот, где fast, в принципе, на лёгком джиге нужен. Вот, но есть варианты, как я уже неоднократно говорил, уйти от строя fast и при этом, как бы, нормально ловить джигом. Но это мы посмотрим во второй части, потому что лёгкого джига сейчас не будет, сейчас будут, вот, верха. Лёгкий джиг и, как бы, самые низа мы снимем в другом месте, это будет, наверное, сильно близко к Москве. Вот, а пока поехали. Значит, первое, самое главное, вот, как бы, у вас лёгкий спинник, который, в принципе, сделан по типу универсала. То есть он закрывает практически весь диапазон приманок. Где-то он работает на 5, где-то он работает на 4 с какими-то приманками. Но в общем, в общем, достаточно иметь одну модель, скажем так, лайтового спинника, чтобы закрыть практически все варианты лайтового ловли. Ну, вот я вам это сейчас и продемонстрирую. Начнём с самого интересного. Это вот у меня в руках Cherry Zero Futter. Спинник с тестом в руках 3,12, длина 732, то есть 7 футов 3 дюйма, 2,21. Почему так? Ну, потому что самое интересное, что мы здесь столкнулись, как бы, хороший Хариус клюёт на зерошечке. Сейчас, по лету. Ну, и, собственно говоря, даже не только здесь. Иногда вот ловишь головля, когда там всякие пауки и прочее, прочее. Я очень люблю 48-й ловить даже по Москве. Вот, именно головля. Ну, здесь головля мы не увидим, а вот здесь, в принципе, нет. А так, смотрим, как вот работает спинник на забросе и на проводке. Самое главное, проводка, потому что хуже нет лайтовки, которая складывается при проводке упористой приманки, либо которая, наоборот, скажем так, выдирает приманку из воды, потому что здесь не мощная. Вот, надеюсь, что здесь этого нет. Ну, как бы, я в этом уверен, потому что это уже серийные образцы. У меня-то, собственно говоря, там, я гоняю год. Ладно, поехали. 48-й зеро-футер Шакал. Вес его на вскидку грамм 7, по-моему, если не ошибаюсь. Честно говоря, не сильно помню. Вот, но он очень упористый за счет своей вот этой вертикальной лопаты, достаточно широкий. Смотрим, как работает. Все, приманка в воде. И пошли мы делать проводку. То есть она вот, буквально, приманка под самой поверхность не уйдет. Наверх я ее не вытаскиваю. Смотрим на отработку вершин. Вот, я специально увеличиваю угол. Видите, да? Вершина не валится абсолютно. Что нам это дает? Как бы и показывает? Нам показывают, что, в принципе, вершина достаточно жесткая для того, чтобы работать вот с такими вот упористыми поверхностными приманками. Вот, и уверенно делать их проводку. Потому что иногда надо подыграть на течении, вот как здесь, например, да, течение не очень сильное. Но и видно по изгибу, что есть запас. Вот, вот я вывожу, например, наверх, чтобы его пришло по самому верху. Могу вести вниз. Вот он ныряет примерно там на сантиметра 4-5. В любом случае, как я уже показал, проводка идет абсолютно нормально. Спиннинг не заваливается. Следующее испытание. Я хочу сделать с колеблом, колеблющийся без сна, по самому-самому верху. Сразу хочу предупредить, тест 3-12. Ребят, 12-граммовый крэнк, упористый с большой лопаткой, этим спиннингом провести не получится. Он просто сложится. Колебалка, сельвиклик массау, 12 грамм, это вот самый верх. Вовсю дурь кидать не буду, переброшу речку. Вот, ну покажу как бы возможности. Никакого, естественно, заваливания нет. Колебалка под тем берегом. Вот, пошли делать проводку. Понятное дело, что после упористого 48-го зерофутера, с колебалкой в плане проводки никаких проблем нет. Абсолютно. Видно, что колебалка сильно гнутая, активная. Видно, как это работает кончик вот на игру колебалки. Ах, ёлки-палки, ребята, села. Ну, извините, села. Я не хочу. Нельма. Но я вижу её уже. Здесь рыба в красной книге. Поэтому вариант только поймал. Пусть и смотри, вторая за ней едет. Всё, ушла. Нельма здесь рыба стайная. А вот так, кстати, работает, вот, без трёхки-двенадцать на не очень крупной рыбе. Это Нельма. Давай, давай. Шакал Де-Черри. Не супер упористая модель, но для теста 3.12 я считаю вполне нормально. То есть это практически как бы такой условный почти верх. Можно чип по упористей, но вот с собой именно более упористые не нашлись. Работать здесь немножко другого плана. Смотрим работу. Заброс пошёл. Внимание на вершину. Воблер с загуглением полтора метра и видно, что есть ещё запас. Поклёвка. Не подсекаю. Вот, всё, пошло в дно уже. Качать. Собственно говоря, вот то, что я хотел показать. Вот сейчас воблер упирается в дно. При этом есть реальный запас. Вот я даже его поддёргаю. Для того, чтобы уверенно им работать, уверенно его поднимать. Ну, теперь, собственно говоря, самое убойное испытание. Четвёрочка Black Fury. Кто ловил, сейчас, конечно, вертушки не сильно популярны, но кто ловил, тут, знаете, достаточно упористая игрушка. Рассчитанно на достаточно большую рыбу, либо жадную рыбу, как здесь. Вот. А спиннинг нам нужен такой, чтобы он работал нормально на низах, и при этом вот четвёрку Black Fury, либо какие-то упористые крыльки он тянул. В принципе, по моим ощущениям, это максимум для этого спиннинга. Вот он пошёл работать. Я ещё так посильнее подкручиваю. Блин. Да что ж такое-то, а? Извините. По-моему, это очередная нельва. Вот не было их здесь ещё 15 минут назад, специально проверял. Пришла стайка. Хорошая нельмичка, побольше. Но всё равно маленькая. Нормальный нельм, это килл пять-шесть. Хотя бы. Вот оно, уважаемое, беохлёстом. Прямо боевое. Вот оно случилось, как бы, при записи. Комета, четвёртый номер. Там сидит нельма. Килограмма, наверное, на два, по моему ощущениям. Может, побольше, не знаю, поменьше. Вот. И мы аккуратненько, аккуратненько берём. То есть, смотрим, как у нас нагружается вершинка. Как нагружается уже средняя часть. Кстати, в Кобель ещё не ушла. То есть, в принципе, я попробую поймать и покрупнее рыбку на этой спине здесь. Давайте припаркуем. Бойца. Боец, 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 боец. Сейчас, потерпи. Ну так, это не двушка. Это кило три уже, наверное, нельмочка. Тихо, 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 тихо. Это зачёт. Не будем взвешивать. Три килограмма. Ну и последний момент, о чём мы ещё поговорим в плане верхов на модели 3.12. Твичинг некрупных кублеров. У меня в руках это Шакал Трикорол Рушин. Семидесятка. Их в России нет и, наверное, не будет официально, потому что, как бы, ну, крупновата эта приманка для тех вещей, которые обычно люди хотят. Но, моменты этой приманки, она тяжёлая, она сделана под сильное течение, под струю. Вот. Условно там среднеупористые для своего размера. И я сейчас хочу показать, как вот при твиче работает этот спинник. На мой взгляд, это максимальный размер, вот семидесяточка, которую можно там реально уверенно протвичить. Не ударно, ударно, конечно, тут мощи не хватит ни одного лайта. А именно, вот, ну, достаточно для ловли на течение. Смотрим. Ну, заброс, понятно, вопер тяжёлый, вопер весь там практически подверг теста. И вот мы начинаем вот такими вот движениями его поддвичивать. То есть мы видим, что вершинка у нас относительно складывается, но дальше, вот буквально сантиметров через 15, после самой вершины, уже включается довольно мощная часть бланка. И она уже делает уверенно все вот эти вот рывки. Да что такое! Пустая подошла на Эльми-Чен, но, да не нужны вы, ребята, мы строили, что здесь ловили, и нам нравилось всё. Ну, опять, у вас есть шанс, посмотреть, как работает дефрёс 732-го уважения, правда, это помельче. То есть рыбка-то не трофейная совсем, тем более для Эльми, но для Лайта уже так, нормальная нагрузка, не детская. Полтора-шка, вообще больше. Крючок санатов, ну, там, лёгенький, маленький. Не детаки, а после вообще. Давайте отпустим, красавица. Собственно говоря, по верхам у модели 732 с тестом 3.12 мы закончили. Вот это, на мой взгляд, оптимальные верхи. То есть, конечно, плюс-минус туда-сюда можно двигаться. То есть, там, чуть более упористые кренки, чуть менее, чуть более тяжёлые вертушки. Аккуратно можно, аккуратно можно. Вот, но, на мой взгляд, вот такой широкий диапазон, то есть, универсальный, максималка, это вот то, что я вам показывал. Итак, старший брат 732-го модели. Бифрёс 762 с тестом 4.16. Кстати, по либрам сразу хочу обратить внимание. По либровкам здесь всё не детское. То есть, у этого модели либраж от 4 до 10 либров. В 832-й модели гибраж от, соответственно, 4 до 8 либров. То есть, это о чём говорит? Что, в принципе, эти две модели рассчитаны на довольно серьёзные лески, на довольно серьёзную рыбу и на довольно серьёзное вываживание. Ну, вот вы сейчас увидели, собственно говоря, с более лёгкой моделью. Но я думаю, это будет не предел в этой поездке для вот этих моделей. Так, в руках у меня 762, 2.29 с тестом 4.16. В качестве проверочной поверхностной модели я поставил Cherik Zero Footer 56. Очень упористый товарищ. Но, в принципе, по моём ощущениям, спинник работает сейчас максимально, скажем так, на своих максимальных весах возможных. Именно по поверхностным приманкам, по поверхностным кранкам. Я, правда, мало знаю историй и ситуаций, когда нам нужно 56-й поверхностной для лёгкой ловли. Ну, как бы, бывает всякое. Давайте смотреть. Делаем заброс. Надеюсь, больше никто не клюнет. Пошла проводка. Внимание на вершину. Мы видим очень-очень активные колебания. Кусок тополинового пуха прошёл. Ну, конечно, чукотка, родин тополей. Но в любом случае, когда я сейчас ускоряюсь немножко, да, спинник не валится. Он изгибается, но вот ощущения потери контроля нет никакого. То есть, вот я дёргаю вполне себе нормально. Вот. И при этом, как бы, спинник не проваливается. То есть, это о чём говорит. 56-й зерофутер вполне для этой палки подходит. Но это, как я уже говорил, максимум. Следующее. Мы в этой поездке не прихватили с собой очень серьёзные упористые крыльки. Поэтому я решил сделать финт ушами. Это Super DD Squirrel шакаловский. Очень упористая игрушка. Вот. Менуха, которая работает на глубине примерно метра до трёх. Мы, кстати, очень неплохо применяем по ночному судаку под гровками. Но это уже здесь не важно. Здесь судака точно нет. Вот. Моя задача вам просто показать работу этого спиннинга с упористой глубоководной приманкой. Потому что обычно, зачастую бывает такой у меня лайтовочка. Там до 15 грамм, условно говоря. Смогу ли я ловить кранком с углублением 2,5 метра? Ребята, вот с этим сможете. Однозначно. Вот показываю просто работу, чтобы было сразу всё понятно. Заброс. Попали в яму. И пошли в проводку. Смотрим на изгиб. Вот очень важно. Я специально изгиб делаю даже более таким выпуклым, ярко выраженным. О, уже начали дно пахать. То есть там яма-то условная, река северная. Работа идёт уверенно. Я могу даже подёрнуть. Конечно, это уже никакой не твич. Понятно, что это невозможно с такой лопастью. Но спинник не выключается. Вершина не складывается. Работаем и тащим. И вот он наш супер-дд-скурер. Следующая приманка, которую я вам покажу максимально работал. Это будет что? Колебло. Дайва-круссайдер. Колебалочка. Вес у неё аж 17 грамм. То есть на грамм мы превышаем рекомендуемый тест. Ну, честно говоря, грамм это не принципиально. Я вам сразу скажу. Всё-таки какой-никакой запасик здесь есть. Как я уже сказал, далеко кидать не буду. Переброшу. Ну, так метров на хотя бы 50 откину. Смотрите. Вот он заброс пошёл. Не стал я вкладываться. Приманка ушла. И делаю совершенно спокойно нашу эту проводку. Круссайдер не масса. Он не такой выпукой. Но видно чутко, как... Да что ж такое-то. Всё сошло. Я её не стал сильно подсекать. Вот. И очередная нельма всё-таки не оказалась у нас на крючке. Слава Богу. Попали на нельную чуреку. Вместо хорюзовой. Вот. Что мы видим? Мы видим, что вершинка нормально работает. Естественно, спинник не складывается. Но самое главное, конечно, вот когда работаешь по самым-самым верхам, это показать заброс. Заваливается ли палка. Палка не заваливается. Вот спокойно так полетелось. Даже есть запасик маленький. Чуть-чуть, но есть запас. Вот. Но просто на самом деле... Да. Она опять сила. Другая нельма. А вот так на вываживание работает спиннинг. Бифриос 4,16. Вываживание у нас идёт чего-то хорошего. Ну, не трофейного, но как бы для лайта так нормально, уверенного. Смотрим, кто там у нас присел. Всё сдалось. Не, не, я решил полывать. А у нас там присела нельма. Опять не другая нельмочка. Опять не другая нельмочка. Нельмочка там, а не воденький. Вот. Нельма топим. Красная книга. Ну, собственно говоря, заброс колебалки показали. Откуда нельмочкой похвастались. Давайте посмотрим вертушку. Аглея номер 4. Аглея не комета. Гораздо более упористая. И вот, по моим ощущениям, это разумный предел. Для модели Bifrost с Тесном 4.16. Смотрите, делаем заброс. Понятно, что по весу это не перегруз. А вот по проводке сейчас посмотрите, как сгибается вершина. Всё, начали проводку. Вот. Поэтому не 5. Поэтому 4. Видите, да? То есть вершинка уже достаточно ощутимо согнулась. Течение здесь не дико сильное, но и, собственно говоря, в перекате, там или где-то на струе, оно согнется посильнее, не критично. Всё, начали цеплять ногу. Здесь же мелко. Вот. То есть, о чём говорит? Вот, хотите половить вертушкой, вот это разумный Макси-Мон. Давайте, хотите, ещё раз сделаю заброс, чтобы видно было нагрузку. Потому что вертушка там нужна определённо устроить. Так раз Bifrost под вертушку подходит очень неплохо. В отличие от новомодных. Японо-китайских фастов. Здесь ещё немножко по-другому. Так. Ну, понятно. Повезло. Нам повезло. У нас несёт очередная рыба. Смотрим на вершину. Вот это самое главное. Нет, нам не повезло. Она всё-таки её догнала. Ха-ха-ха. А хороший нырьмчик. Давай, давай, давай. Вот это вот. Аппаратик. Давай, открывай. Давай, открывай. Это не размер, реально нырьм. Это так. Здесь. По моим скромным ощущениям. То есть, это для нырьма ребёнок. Но для вываживания на палку класса Лайт. Это уже так серьёзное испытание. В принципе, без проблем. Причём прикол рыбы в том, что она вроде бы короткая. Да. Но она, смотрите, какой толщины. И это всё один кусок мяса. Мышцы. Сейчас мы покажем, как мы можем. Да? Давай, покажем. Показывай. 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 Даже неинтересно. Необыстрованные последствия. Ну и последняя приманка, которую я хотел бы показать в плане верхов. Это твичинг. Собственно говоря, вот взял я 88-й Трикорол ЖТ. На самом деле, не самый предел по твичу для этой модели 416. Но уже близко к нему. Вот. Модель, кстати, чисто разработана под лососёвых сеговых. Если поймаю, в очередной раз я не виноват. Смотрим, значит, что надо посмотреть внимательно. Обратите внимание, проваливается ли спиннинг при рывках. Вот. Делаем заброс. Вот мы его дергаем. То есть видно, конечно, что вершинка уже подваливается. Поэтому я и обозначил вот этот вот 88-й Трикорол. Как максимум разумный. То есть, ну даже вот 90-й Орбит входит там все вот эти вот лобера такие. Вот их протычить можно совершенно спокойно. Все, что более упористое, уже, конечно, нет. Там нужны специальные квич-палки. Которые у нас тоже есть. Ни одна, ни две. Вот. Но здесь мы именно смотрим ло этого универсала. То есть все. Никаких проблем нет. Даже вот сейчас вот так вот уверенно вверх дерну. Да, вершинка немножко подскладывается. А вот все остальное работает на ура. И это самый-самый верх. Ну и как бы, наверное, в курсе, что вот эти вот лобера такого класса, их ударной техники практически никогда не ведут. То есть, когда мы там работаем там с рудрой, с ререйнджем, еще с чем-то, да, там нужно удар. Здесь этого не надо. Твич может быть помягче. Вот как раз вот-вот. Вот это максимум, как я уже сказал. Собственно говоря, первую часть на этом все. Очень хочется плавить рыбу, и не вот этой вот недомерочной немочкой. А что-нибудь нормального. Сразу хочу сказать, потому что в последнее время пошли вопросы, очень странные для меня, если честно. Какой вес катушки вы порекомендуете? Ну, могу сказать так. Вот у меня здесь стоит сертаип 2,500. На более легком варианте стоит экзист 2,500. Это я к чему. Ну, на самом деле, диапазон весов от 190 до 240, а то и 250 грамм. Ставьте, что хотите. Без разницы. То есть, баланс. Ну, вот он, баланс с катушкой. Никаких проблем. Рука, естественно, не устает. Спиннинг довольно легкий. Вот, поэтому сильно не заморачивайтесь. Собственно, первая часть на этом все. Во второй части полуем на микроколебло. И на очень-очень легкий, почти микроджик. Итак, вторая часть обзора. Спиннингов Bifrost Lite 732 с тестом 3.12 и 732 с тестом 4.16. Решили провести его на платнике. Это парус север. Нравится мне здесь просто. Стоячая вода. Минимальные веса. Порядом, что сейчас здесь летом на джик форели не поймаю. Она ловится на другие приманки. Но нам главное показать, как спиннинги работают на самых-самых низах. То есть, вот у меня модель 3.12 в руках. Джик-головка 3 грамма. И к ней фатик. Вот. В принципе, как бы фатик есть, фатик нет. Примерно реакция будет одинаковая. Давайте сейчас посмотрим, как идет отработка. Потому что верха мы с вами уже посмотрели. Там все хорошо. Вот. Но это было не здесь совсем. И рыба была другая. Ну вот, форелька. Смотрим работу вершины. Сейчас утонет. Вот падение четко видно. Здесь, правда, все, конечно, заильно. Поэтому в руку передается только, если мы попадаем куда-нибудь на твердое дно. Плюс еще здесь подъем. Вот. Падение. Четко. Подъем идет. Падение. Падение. Даже двойное. Какой-то спуск. Короче, что могу сказать. В принципе, 3 грамма джик. Стоячая вода. Все видно и на твердом дне чувствуется. Даже чувствуется на полу в твердом дне. Вот сейчас здесь поближе уже. Я четко ощущал касание свинца. Там что-то твердое, наверное, глина была. То есть, как очередное подтверждение того, что именно бифрес сделан в качестве очень универсального спиннинга, который позволяет использовать широчейший диапазон и приманок, и, соответственно, весов. В общем, с джигом мы 732-ю посмотрели. Теперь будем смотреть ее на вертушках и колебалках. Вобер даже кранк ставить не буду. Это бессмысленно. Все будет нормально. А почему вертушка и колебалки? Потому что все-таки здесь голова 3 грамма. Плюс ко всему это тело твистера. Все-таки это вес. Давайте я как минимум покажу, как это работает на забросе чистых 3-х... Даже не 3-х, 2,8 грамма колебалка. Вот у меня в руках вес пачка реверолдовская. Вес 2,8 грамма. Самый-самый-самый теоретически жесткий низ. Но я вас уверяю, я даже в полную силу кидать не буду, потому что иначе я просто перекину сейчас этот платничек. Вот туда, вот под тот берег. То есть заброс абсолютно легкий. А самое главное, обратите внимание на вершину. Вершина в процессе проводки работает. То есть минимальный вес колебла, я четко отслеживаю его работу. Это не кранк, это даже не меноха, это колебалка, которая намного слабее, в принципе, играет. И то я вот четко понимаю всю ее работу. То есть она работает. Вершинка движется. И очень важный фактор, когда мы ловим на некрупное колебло, чтобы четко понять, что все в порядке, она именно работает правильно. Вот это вот у нас колебалка. Ну и последний вариант. Как я уже сказал, что смысла ставить крэнки там, или менохи нет никакого. Все будет нормально. Она будет и твичить по низам, и, соответственно, гонять крэнки. Я бы поставил вертушечку. Вертушечку, опять же, весом в 3 грамма. Вот почему вертушку? Ну, потому что надо как бы четко понимать, будет ли этот спинник работать нормально с вращающимися блеснами. Потому что все-таки вертушка, если уж серьезно ловить, а не, скажем так, делать вид в столовичную вертушку, она требует, во-первых, определенных навыков, а самое главное, определенного строя удилища. Вот сейчас посмотрим, справится ли бифрест 732L с вертушкой с весом в 3 грамма. С более тяжелыми, конечно, проблем не будет. А вот с более легкими, давайте покажу. Все, завел. Вот она пошла. Собственно говоря, что мы видим? Мы видим, что вершинка вибрирует. То есть работа от лепестка передается четко в руку. Все понятно. Это пункт первый. Пункт второй. Удилища слегка согнулась. Причем нету провальных зон. Вот этот строй, скажем так, средний и быстрый, он позволяет уверенно работать практически во всем диапазоне как весов, так и снастей. Вот. Нормально довожу уже до себя. И самое главное, чувствую все. Малейшие касания, малейший контакт с листвой. Вот даже показалось, что одни раз форелька тюкнула. Но сейчас она вообще пассивная. День. Внимание на вершину. Мы видим, что вершина, в принципе, при проводке достаточно уверенно вибрирует. То есть я полностью контролирую проводку вращающейся блесны на минимальном тесте. А это важно. Бифрес 762 с тестом 4,16. 4 грамма голова. Ну и, соответственно, маленький пиброхвостик. Ой, твисторочек, извиняюсь. Задумался. Смотрим, как работает на своих самых низах. Четкое падение, причем с отбуем в руку. Там что-то твердое. Оп. А это поклевка. Не села. Крупноват. Твисторочек, наверное, оказался. Ну вот на падение, атака сразу. Форельки. Смотрим, смотрим на работу бланка. Форелька нам не сильно важна. Благо, рыбу мы на эти бифресты переловили уже, наверное, тонну. Четкий контроль над падением приманки. Опять что-то твердое. Попалось, прям четко почувствовал. То ли камушек, то ли еще что-то. О чем это говорит? Четыре грамма, небольшая приманка. Смело работаем на самых низах. Причем, вот, как бы, чем характерно оба бифреста, ими можно работать практически по любой рыбе. То есть, вот, хочешь форель, она ее, в принципе, не сливает особо. Хочешь щука, прецеденты были до шестерки. Хочешь галавль. Ну, а там про хариуса, и всех остальных я вообще молчу. То есть, вот это вот сочетание жесткости, правильной, определенной жесткости, правильного, определенного строя, позволяет нам использовать и широкий диапазон приманок, и, соответственно, разные методы ловли. Можно и подергать, можно и прямую проводку. В общем, универсальный лайт, как и более младший бифрест ультралайт, это достаточно универсальный инструмент, который дает очень широкую гамму по работе с разными приманками и в разных абсолютных условиях. То есть, вот он платник, быстрое течение река, среднее течение, где угодно и как угодно. Ну вот, сразу показываю дайва 4 грамма, самый-самый низ. И смотрим мы не как она кидает, кидает она легко. Да, эти 4 грамма, она и меньше кинет. А смотрим, как у нас реагирует вершина на проводку. Потому что хочешь уверенно ловить на колебло, тебе надо четко понимать, что он делает под водой. То есть, вот все колебания блесны ты должен отслеживать на спиннинге. С 3.12 2.8 грамм работа великолепна. Теперь смотрим, что произойдет с 4.16. Смотрим на вершину. Ну, собственно говоря, вот при минимальной возможной скорости проводки для этой блесны все нюансы игры мы видим четко. То есть, вершина колеблется, вершина передает напряжение нам даже в руку. Ну, как, собственно говоря, и в модели 3.12. То есть, я четко-четко понимаю, что у меня происходит с колеблом под водой. Ну, вот вертушка в районе 4 грамм. Низа. Сейчас мы посмотрим, как у нас вершина реагирует на работу лепестка. Потому что, как я уже говорил, с забросом проблем не будет. Самое главное, когда ловишь на вертушку, понять, что лепесток завелся, все работает хорошо и прочее, и прочее. И понять не просто по натяжению, да, там, дополнительному, который дает лепесток, а именно почувствовать эту вибрацию. Если вибрацию чувствуешь, то ты сможешь вертушку ловить хорошо. Если не чувствуешь, что сможешь ловить, как придется. Вот смотрим, что у нас на низах показывает бифрест. Ну, тут вообще все четко. Лепесток как бы не самый узкий с одной стороны, с другой стороны не самый широкий, поэтому такая вот золотая серединка. Могу сказать, что лонг-копейков он покажет не хуже, скажем так. Хотя сейчас вертушка не сильно популярна. Больше народ предпочитает как лебалки, воблеры. Но с этим-то будет еще все легче и проще. Собственно говоря, на этом все. Как еще вам рассказать про новый бифрест лайт, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, рассказал, показал все, что мог. Рыбу, я думаю, вы уже увидели, которую мы на них ловили. Собственно говоря, с некрупной рыбой тоже проблем не возникает, как и с форелью. Что могу сказать? Мне нравится, я действительно буду эти палки использовать для своих собственных рыбалок. У меня обе модели заняли достойное место в моей стоечке дома. Ну, а вы как бы обратите внимание, если нужен будет хороший универсальный лайт, реально универсальный и чувствительный. Но это очень неплохой вариант. Все, всего доброго, а я пойду дальше полагаю рыбу. Ну, вот и двенадцать. Вот пары. Хороший-хороший. Бифрёст, бифрёст, ты совсем не прост. Я ловил бифрёст. Najс, важный! Ого-хошо-хо-хо-хо-хо!